Всем приветики! Привет! А мы наконец-то дождались классной погоды и продолжаем изучать Подмосковье. Сегодня мы отправляемся на западное направление. И тут нас ждут две точки. Ярополец и Сычёва. Въехали мы сюда 1 час 40 минут. Да, очень удобно, что на майские праздники все уезжают куда-то очень далеко от Москвы. Дорога, можно сказать, была полностью свободная. И вот мы уже приехали в это село. Только называется оно не Ярополец, а Ярополец. Причем интересно, что я только что натыкалась на пост ПКБУ, где там рассказывали про разницу между селом и деревней, что в селе есть церковь. И тут первое, что нас встречает, это офигенно красивая церковь. Видимо из-за того, что сегодня Пасха, очень долго тут звонят колокола. Вот можете послушать. А еще интересно, что здесь сохранились дороги, вымощенные кирпичом. Что первое бросается в глаза в этой церкви, это какой-то чрезвычайно необычный купол полностью в форме шара. Интересно, так изначально задумывалось или что-то произошло. Эта церковь, она предтеча, граничит с территорией усадьбы Гончаровых-Загряжских. И мы сейчас проходим на ее территорию. Сейчас на месте усадьбы находится здравительный учебный центр МАИ. И вход сюда свободный, можно гулять любым желающим. Даже кошкам сюда вход разрешен. Кстати, их тут штук шесть, наверное, мы уже насчитали. Видимо, это все местные. Здание, само, конечно, вход воспрещен. Но можно постоять тут рядом с входом, посмотреть, как красиво он сделан. С балкончиком таким. И вот этот элемент интересный. Кстати, здесь когда-то была школа средняя. Возможно, осталось тех времен. В эту усадьбу целых два раза был сам Александр Сергеевич Пуштин. Светила русской литературой. И ровно по этим причинам здесь есть ровно два памятника. Первый памятник — это вот такая табличка о том, что он здесь был, в каких именно годах и датах. А второй — это полноценный памятник, который, можно сказать, украшает всю эту площадь. Только он немного странноватый. И почему-то здесь у Пушкина же типа африканское происхождение некоторое есть. А здесь ему приписали азиатское. Если вдруг по каким-то причинам получилось так, что вы не видели наше видео из Тимирязевского района Москвы, мы там смотрели Тимирязевскую академию, обязательно посмотрите, потому что вот это место напоминает то место. И то усадьба была, и это усадьба. Но одно большое отличие. Между главным домом и флиделями здесь сохранился двор, а там суперожжавленная проезжая часть. Что мне здесь нравится? То, что несмотря на то, что сейчас майские праздники, хорошая погода, по идее очень много людей должно быть. Но здесь очень спокойно. Ну и территория достаточно большая, потому что вот здесь вот есть выход. Там такая территория, заброшенная парка. И ведет это все к реке Лама. Кстати, город Волоколамск, собственно, потому что раньше назывался Волок на Ламе, на реке. На карте мы видим, что в принципе можно из одной усадьбы в другую перейти не по дороге, а вот этому лесу, парку. Попробуем это сейчас сделать. Вот такая тут прикольная площадка рядом с усадьбой. Один объект причем из такого 21-го, можно сказать, века, а все остальные из прошлого. В таких местах можно прям повспоминать детство наших дедов. Я не знаю, что с этим. Деды, подскажите. То есть у тебя в детстве такого не было? Нет. Просто когда я был ребенком, то все мои деды уже вышли из детского возраста. Поэтому они мне не смогли сказать, что надо с этим делать. Интересно, что когда-то, да, этот парк был облагорожен. И здесь были разные архитектурные строения, от которых сейчас вообще ничего не осталось. И складывается впечатление, что мы не по парку идем, а по лесу. Ну, разве что дорожка будет как-то нахорошо. И люди часто ходят. Это как везде в России. То, где хоть чуть-чуть не очень много денег, все заброшено. Ну, вот пруд, кстати, остался. Интересно, что рядом с этим прудом установлено несколько лавочек для созерцания природы. Ну, прикольно. И тут, кстати, можно примерно оценить, сколько людей сейчас в этом парке, потому что такая панорама открывается. И вот получается пруд. А здесь уже вторая часть парка, которая ведет к второй усадьбе. И здесь мы видим, что установлена гранитная стела в честь того, что этот парк посещала сама императрица Екатерина II Великая. Честно говоря, еще тут какая-то отсылка к Курской косе, к танцующему лесу. Хоть это не сосны, но форма у них тоже очень причудливая. Они так подкрыты мхом в местах перегиба. И повсюду, собственно, вот эти деревья тут. А еще мы обнаружили, что этот парк настолько крутой, настолько продвинутый, что сейчас в трендах экологии и мусорные контейнеры здесь замастеровали под деревья. Вот, с виду это как будто бы просто дерево с дуплом. На самом деле это мусорный контейнер. Взглядите. В общем, если приедете в это прекрасное место на фантастический пикник, то не надо по деревам раскидывать мусор. Заберите его с собой и вытяните в мусорку. Ну, договорились. Да, Ярополис красивый. И здесь еще столько всего есть. Но давайте прервемся. Поставьте палец вверх. Напишите, пожалуйста, комментарий. Это очень важно для продвижения нашего канала. А мы идем смотреть церковь. Суть по склону от пруда привел нас вот к этому заброшенному зданию. Надо сейчас понять, можно ли на ту сторону перебраться. Потому что здесь забор. И видно только одну часть. Вторая усадьба. Такой приветственный вход с табличкой проход запрещен. Но что интересно, там внутри какие-то модели фотографы. То есть как-то пробраться все-таки можно. Ну, охраны тут никакой нет. Поэтому даже если не совсем легально, то ничего не случится, я думаю. Здесь можно получше разглядеть, конечно. Что тут осталось вообще? Обходим эту усадьбу уже с третьей стороны. Тут она очень красиво забором обнесена. Ну, в принципе, понятно, что ближе, наверное, больше информации не получим, чем отсюда. Но самое интересное. Вот мы стоим лицом к усадьбе. При усадьбах обычно делали храмы. Разворачиваемся на 180 градусов. И видим восхитительную, потрясающую, великолепную церковь, которая, судя по статьям в интернете, скоро будет полностью уничтожена. В 16-17 году пытались реконструировать. Но, типа, денег не хватило, не нашли. И заморозили работу. Сейчас мы видим, что тут ничего не делается. И состояние церкви таково, что восстановить ее якобы не получится. Хоть бы убрали вот эти деревянные леса, мне кажется, не мешают смотреть. В связи с этим большая благодарность нашему государству за то, что мы можем провести войну в Сирии, напугать Украину, подарить денег Беларуси, простить долг Венесуэля, восстановить какой-то ДК имени Канта в Калининграде, а собственные уникальные культурные сооружения восстановить не в состоянии. Очень печально. Но вот такого плана просто вот нигде. Это что-то уникальное. Что-то в единственном экземпляре. То, что терять вообще нельзя. Ну, главное, что-то с забором красивейшим обнесено. Получается, что почти каждый наш влог из России, ну, можно сказать, из тех мест, которые близко к Москве, мы заносим в наш плейлист заброшенное в России. Даже когда не собираемся чисто выезжать смотреть на заброшки, они просто постоянно тут встречаются. И не то, что просто какие-то страшные заброшки, а вот такие. Кстати, чтобы рассмотреть вот эту вторую усадьбу заброшенную, советую именно подойти к Казанскому храму, потому что именно издалека, как ни странно, лучше всего и разглядывать, потому что забор тут становится маленьким по отношению к высоте усадьбы и лучше просматривается. Да, можно сказать, что этой усадьбе, конечно, повезло меньше, потому что когда-то и усадьбы Гончаровых, и Чернышевых, они, в принципе, стояли тут вместе в полном расцвете сил, как говорится, и пришли упадок в одно время. Ну, соответственно, во время революции они были разграблены, но той усадьбе больше повезло. Они так давно реконструировали, а про эту почему-то забыли. Это какой-то огромный вопрос, что почему только одну спасли? И та, и та усадьба принадлежат сейчас мои. А мои, государственный вуз, это все, что нужно знать про то, что государство якобы эффективный собственник. Государство наше ничего не может. Кажется, это последнее наше видео за Россию. Это село Ярополец могло быть восхитительным, богатым селом с нескончаемым потоком туристов. Две усадьбы красивые, два храма, один просто красивый, второй восхитительный. Первое ГЭС, созданное в селе, пруды, парк, река, рядом с Москвой. Все, что нужно для огромного потока туристов. Но благодаря нашим потрясающим способностям руководить объектами здесь ничего. И вот позади этой церкви бывшая колокольник, который напоминает водонапорную башню. Ее перепрофилировали под водонапорную башню. Теперь там сверху резервуар вместо купола. Большое количество машин и приближающийся шум воды говорят нам о том, что мы подходим к следующей достопримечательности Яропольца. Но кажется, вот это все-таки большей популярностью пользуется, чем остальные. Ого! Как круто! Это водопадик. Я столько раз видела на фотках. Нам живой всегда в тысячу раз круче. Приезжайте. Получается водопад тут. Тут такой небольшой мостик. А здесь уже рыбаки рыбачат. И, кстати, просто два шага проходишь, и уже совсем не такой шум над водой. Такая акустика интересная. Вот тут такой памятник. Как он называется? Гидротурбина. Тут ничего не подписано. Поэтому, может, это просто кто-то так сюда бросил. Тут получается такой целый музейный комплекс, состоящий из нескольких экспонатов. Или это работающие? Стеклышко разбито. Ну, больше похоже на музей. Село Аэрополец примечательно не только тем, что сюда приезжали Пушкин и Екатерина II, каждое свое время, но и тем, что здесь бывал сам Владимир Ильич Ленин. Ну, здесь он не просто так бывал, как он обычно. Без толку шатался по разным зданиям в Москве, засоря фасады своими инициалами. Здесь был бы и Ленин. А здесь он был вполне по делам. Дело в том, что здесь сельчане захотели создать электростанцию, сделали кооператив, а электростанция нужна была для того, чтобы провести свет в дома. Ленин разрешил им сделать электростанцию. Они сделали. И через некоторое время он приехал посмотреть, как она работает. Это была первая сельская гидроэлектростанция. Но, к сожалению, в 41-м году немцы ее взорвали, поэтому то, что мы видим сейчас здесь, это уже такой, типа, исторический памятник. Восстановили ее где-то в 50-х годах, но уже только как памятник. Электричество больше она не вырабатывала. Ну да, интересное местечко. Людей много. Ну и, в принципе, понятно почему. Правда, почему, если это музей, то тут нет никаких хотя бы табличек, в общем, что вот это за здание внутри. Но это точно не дом, какое-то там оборудование стоит. Жуть такого квасного вида вода. И постоянно там что-то побулькивает, как будто либо там какой-то водяной бухтит, либо это гейзер в Исландии. И вот это здание возвышается. Короче, походить есть где. Наверное, здесь как-то можно было пройти на ту лестницу. Очень большой, высокий уровень воды. Как со стороны смотрится эта плотина? Ничего не понятно, но шум воды слышно. Ну и люди восторженные стоят сверху. Сколько мы уже тут гуляем, интересно? Часа три, наверное. Ну, по ощущениям, долго. То есть здесь есть очень много, чтобы посмотреть, поэтому приезжайте обязательно, гуляйте. Ну и, кстати, здесь еще есть Краеведческий музей. Мы вообще думаем, что да, мы вряд ли пойдем, потому что мы не любим заходить вообще ни в какие помещения. Даже в цирк. Ну, кстати, цирка была закрыта первая, вторая заброшена, поэтому у нас и не было шанса. А вот когда вы слышите фразу Краеведческий музей, какие у вас ассоциации? И... Если это что-то, куда вы прям первым делом идете или нет, напишите в комментариях. Может, смотрят, сколько лет. Ну, мне вот лично хотелось бы, чтобы при фразе Краеведческий музей сразу наступало бы такое облегчение, что наконец-то до него добрались, и уголок цивилизации где бы то ни было. Здесь можно всегда стабильно выйти в интернет, зарядить свои телефоны, другие устройства, спросить какую-то информацию, отдохнуть, поесть. Ну, в общем, все, что нужно просто туристам, путешественникам, чтобы можно было сделать, как такой некоторый многофункциональный центр. То есть, чтобы это была единая сеть по всей стране, чтобы где бы то ни был, ты знаешь, что ты можешь найти этот Краеведческий музей. Если ты его нашел, то тебе уже несказанно повезло. Может быть, что-то такое подобие эмфоценного ДНХ, если их были там, знаете. Только более полезное для простых людей. Ну, естественно, там должны, несомненно, остаться музеи, где смотришь экспозицию про это место. Ну, и оформлена она должна быть в современном стиле. Сейчас это уже делать-то несложно, уже делают многие музеи, все это наработано. Просто нужно это распространить на всю страну. И уже третий раз мы слышим этот звон. Ну, в церковь мы зашли, сегодня Пасха, она, конечно же, открыта. Просто мы пытались зайти не в ту сторону. Там несколько входов, и один там прям сильно закрыт на ворота какие-то с замком. А не все, кроме одного, сильно закрыты. А этот такой потайной, не с самой очевидной стороны, но был открыт. И нас даже угостили освещенными яичками. Ну, а так как в Юропольце, можно провести достаточно много времени, но там совершенно негде поесть. Мы посмотрели на карте, где же все-таки можно пообедать-то. Оказалось, можно в Волоколамске. Ну, это самое ближайшее место. И таким образом мы оказались в Волоколамске. Ну, а раз уж мы это просто... А раз здесь уже поели, то надо идти смотреть Волоколамск. Тут есть, кстати, Кремль. Мы вообще ничего не знали про этот город, не думали, что сюда заедем. Кроме того, что здесь есть Кремль. И то он вроде как не Кремль, а типа мы нас... Ну, посмотрим. Кремль тут возвышается так над всем городом. Город, естественно, с низкими домиками, поэтому смотровая достаточно на много километров получается. А вот на этом склоне написано год рождения города и название. Забавно, что по нему можно пройти, особенно отчаявшимся детям. Мы не стали так идти. Опасненько. Красивый такой красно-кирпичный Кремль и с интересными элементами на шпилях вот у этих башен. Как будто какие-то ключи от города висят. Флюгеры такие. Интересно, что это значит. Вот такой, значит, центр города Кремль. Тут заброшка. Причем в некоторых оконных проемах почему-то стеклопакеты остались. Не знаю, других не осталось. Впереди прудик. Очень миленько. Так как у нас сегодня маршрут на один день, мы решили включить не так много точек, поскольку сам Ярополец был достаточно интересным городом, селом. Поэтому мы не стали включать очень много точек этого маршрута, про который мы вам рассказывали в видео про 11 маршрутов, куда поехать на Майске. Мы решили включить, кроме Яропольца, еще и Дионы в Сычево, потому что, ну, очень много раз я слышала про это место. Ну, и хотелось, конечно, увидеть уже собственными глазами, наконец-то. Вообще, вот этот район рядом с Сычево, видимо, очень богат на такие карьеры песчаные. И если посмотреть на карту, то тут очень много этих карьеров. И, честно говоря, так мы и не поняли, какой именно самый нужный, может быть, как раз их полный ансамбль и составляет достопримечательность. Потому что сначала мы забили в гугле песчаные Дюны в Сычево, и нас там точка привела на карьер, дорога, к которому там, ну, не очень хорошая, конечно же. Но, кроме того, там ездят огромные фуры, которые, собственно, возят песок туда-сюда. Да, поэтому опасно как-то нам показалось либо пешком туда идти, что там грузовик тебя может задавить или не заметить, либо просто машина туда не проедет, поэтому мы начали искать другие точки. Всё проще. Там, где ездят большие фуры, очень глубокая колея, и наш маленький полуседан не справляется с такой дорогой. А дорога, которую мы выбрали сейчас, она просто отстойная, вся в рытвенных, но не глубоких. Но мы пойдём ещё искать карьеры. На этой дороге КамАЗы тоже ездят, но сама дорога получше, чем в том первом месте, кажется. Мы почти подъехали. В общем, да, мы приехали на ещё одну точку, как раз про неё пишут в основном количестве путеводителей, ну, на сайтах разных с подборками. И здесь поприятнее, да, пройтись. И вода здесь ближе, чем там, в предыдущем месте. Приятное такое местечко. Песочек, как ни странно. И вот до сих пор, значит, его здесь каким-то образом, ну, не добывают, наверное, но разбирают, потому что фуры ездят. Добывают, да. В общем, что мы прочитали в комментариях, что когда-то здесь были дионной высотой семиэтажные дома, но сейчас, ну, типа, максимум, наверное, двухэтажные. Но всё равно красиво. Ну, четырёх, может быть, это. Трёх-четырёхэтажных вполне домик. Ну, вот так вот. Было когда-то выше, но всё равно прикольно. Что тут ещё про эти места пишут, что любят сюда приезжать, кататься на, типа, сноубордах по песку. Всякие экстремалы. Потом, опять-таки, можно здесь купаться, так как вода чистая. Ещё она очень красивых оттенков бывает. Ну, здесь надо, конечно, изучать всё это место, если купаться. Потому что где-то, наверное, можно, а здесь как будто бы мелковато. Ну, если вот были в Ростовской области, на карьерах, кстати, посмотрите, видео у нас есть. Там-то понятно, что можно купаться. А здесь лично так, с первого вида, непонятно, можно или нельзя. Наверное, можно, но не везде. А вот если сравнивать пейзажи, что про здешние, что про кондукские, пишут, что они такие марсианские. В кондуке более марсианские пейзажи. Потому что там бурый уголь, а не песок. Получается такое... Красноватый, да. Здесь просто обычный песок, как бы на Марс не похоже. И там очень здорово контрастирует зелень, синяя вода и этот красноватый песок. Такое интересное сочетание. А здесь непонятно, какого цвета вода, но обычного, прозрачного, как в лужах. Ну, пока непонятно. Может быть, солнце должно как-то по-другому светить. Или с другой тоже смотреть. Или глубины здесь просто не хватает. Не знаем. Ну, прикольно так посидеть, помедитировать, закат стреть. Ой, закат проводить. Очень мало тут людей, естественно. Такое наедине с природой, можно сказать. Конечно, в Яропольце нам очень понравилось. Просто приезжаешь, вроде бы, село, да. Даже не поселок городского типа, а просто село. Но, блин, там столько достопримечательностей. Они уникальные, красивые. И прямо с большим, просто огромным удовольствием там погуляли. Не в каждом городе так можно погулять. И когда ты так особо не ожидаешь ничего от места, оно дает так много, то очень, конечно, это нравится. Ну, да, классно. Такой получается маршрут на один день, потому что мы сегодня вернемся обратно в Москву. И, ну, так как все близко, поэтому можно спокойно приехать сюда, заехать на обратном пути, на закат, как мы, в Сычево. И получится очень насыщенный такой маршрут на один день. Ну, да, от Москвы тут ехать часа полтора-два, поэтому дорога занимает, ну, 4 часа туда-обратно, что вполне нормально. Когда лето удобно, потому что закат поздно. Да. Хороших вам путешествий этим маем, этим летом, ну, вообще всегда. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока.